Месячник оборона массовой и военно-патриотической работы следует провести так, чтобы воспитывать в сегодняшней молодёжи настоящих патриотов России и прежде всего людей высоконравственных. И это главная цель данного мероприятия. Сегодня нужно активнее привлекать подрастающие поколения к участию в общественной жизни и многое будет зависеть от того, как они спланированы и подготовлены, отметил в ходе обсуждения заместитель главы района. По мнению Игоря Юренко, в районе наработан большой опыт в организации проведения Месячника оборона массовой работы, сложились замечательные традиции патриотического воспитания, сохраняется связь поколений. В этом году какая особенность существует проведения и Месячника, и всей военно-патриотической работы в течение всего года. Это год 70-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому, как бы такое в качестве общего пожелания, все мероприятия необходимо проводить именно под этим лозунгом и девизом. Так рекомендовано было нам краем, да и мы сами люди тоже понимаем, что такая серьёзная дата. И, к сожалению, чем дальше, тем от событий Великой Отечественной войны, тем всё меньше остаётся ветеранов и всё меньше в памяти тех событий, которые проходили в тот период. Наша задача с вами ни в коем случае нельзя это забыть, ни в коем случае нельзя придать забвению. Вот, к сожалению, те социологические опросы, которые мы проводили в прошлом году, среди молодёжи, среди школьников, среди неорганизованной молодёжи, среди взрослого населения, показывают, что, к сожалению, многие моменты из памяти народной стираются. Поэтому, как раз сейчас, в ходе месячника и в ходе вообще работы в 2013 году, необходимо нам сконцентрировать усилия на том, чтобы ключевые значимые события Великой Отечественной войны, да и вообще военных побед России, русского народа, казачества, во всех вооружённых конфликтах, войнах, они должны быть почвой для воспитания нового поколения. Как было отмечено на заседании, Лобинскому району есть чем гордиться и на кого равняться. А 2013 год ознаменован сразу несколькими событиями. Следует череда у нас сразу дат. Это и 70 лет освобождения Лобинска, и годовщина ДСАФ, к сожалению, их нет. Сегодня там по выжительной причине, но мы с ДСАФом отдельно ещё проработаем их блок мероприятий, которые они запланировали. В 2013 году основной акцент планируемых мероприятий по патриотическому воспитанию будет сделан на 70-летнюю годовщину освобождения Лобинского района от немецко-фашистских захватчиков. В плане не только торжественный митинг, это и тематические выставки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, присвоение образовательным учреждениям имён военных и политических деятелей России и многое другое. 25 числа Лобинский район, 25 января, будет праздновать 70-летие освобождения района. В связи с этим я хочу обратиться с каким моментом. С нами уже связывалась администрация края. Этой дате, 70-летие освобождения Кубани, будет уделяться в течение всего года. Будут идти мероприятия по различной линии, по военно-патриотическому воспитанию, по работе с ветеранами, и работа советов ветеранов, и по направлению молодежных организаций, архивов, культуры и так далее, и так далее, и так далее. Торжественное открытие месячника оборона массовой военно-патриотической работы состоится 19 января. Именно в этот день исполняется 89-й годовщина образования войсковой части 32-19 внутренних войск МВД России. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лабам».